Справку на оружие теперь можно будет приобрести лишь в государственных медицинских учреждениях, частные под запретом. Кроме того, наряду со сдачей анализов на наркотики и психотропные вещества добавляются тесты на хроническое употребление алкоголя. Исследование на этилглюкорамид, который является прямым метаболитом этилового спирта. Значит, он, это будет такой, можно сказать, все будут его сдавать, значит, он через сдачу анализа мочи. Чувствительный тест, который позволяет, так скажем, определять потребление алкоголя, когда оно носит массивный характер. Наркологи советуют желающим получить разрешение воздерживаться от алкоголя в течение месяца. Изменения в правилах выдачи коснулись и психиатрической стороны. Теперь требуется не просто осмотр психиатра, не обойтись и без экспресс-диагностики у психолога. Которая будет занимать 15-20, максимум 25 минут. Затем возвращается с заключением психологического обследования к врачу-психиатру. На основании уже полученных всех данных врач-психиатр принимает решение, имеется у обследуемого противопоказание к владению оружием, либо нет. Если психиатр заметит какие-то отклонения, то человека отправят на комиссию уже для комплексного обследования. Стоит отметить, что в связи с нововведениями справка на владение оружием существенно подорожает. За все анализы и обследования придется заплатить порядка 6 тысяч рублей. Новые правила коснутся 48 тысяч жителей Алтайского края. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.